Что надо знать, чтобы в коридоре всегда был порядок? Первое, на что приходится обращать внимание в коридоре – это обувь. Ее наличие может указать на количество человек, проживающих в квартире и даже больше. При проектировании коридора важно выделить место для обуви, в которой вы пришли с улицы. Высота и глубина полок определяется размером обуви, сапоги, туфли, детская обувь, кроссовки и т.д. Учесть надо все. Есть еще обувь, которая ждет своего часа. Как правило, она хранится в коробках, но это не повод не посчитать ее. Подход к ней должен быть свободен, вдруг особый случай, чтобы удобно и безопасно можно было достать необходимую коробку. Тапочки тоже нуждаются в месте для хранения, хранения одежды, если пространство позволяет, откажитесь от открытых крючков для одежды в пользу шкафа. Там можно разместить крючки и полки для перчаток и шапок для всех членов семьи. Не забудьте про детей, крючки должны быть доступны и для их роста. Если вы носите длинное пальто, надо учесть его длину, чтобы вещь не мялась внизу, а висела достаточно свободно, любите ли вы обуваться сидя. Тогда нужна банкетка, доступ к ней должен быть свободным, чтобы удобно было садиться и вставать всем членам семьи, важен рост и габариты. Куда поставить сумочку и положить ключи? У вас много рюкзаков? Надо им определить место, чтобы они не валялись под ногами, в коридоре всегда будут лежать расчески и квитанции. Это неизбежно, лучше им сразу выделить место и забыть про неудобства. Зонты, средства по уходу за обувью желательно хранить в непосредственной близости от входной двери, чтобы избежать хождения в уличной обуви по коридору в поисках необходимых вещей. Зеркало необходимо повесить так, чтобы в обуви вы могли видеть себя в полный рост. Эти простые мелочи помогут вам сохранить любое пространство коридора в чистоте. Студия дизайна интерьеров Ольги Алексеевой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!